Здарова народ, вы на канале Плаза Псков, как ни странно. Мы сделаем коротенький видеоролик, который поможет вам сэкономить несколько тысяч рублей, а может быть и побольше. Ситуация простая. Есть у нас компьютер, который дико тормозит. Хозяин хочет поменять процессор, потому что современные программы как бы не тянут уже. Однако процессор здесь стоит i5, для кого-то если что-то говорит, пусть и на стареньком сокете на 1155, но тем не менее процессор достаточно крутой, и мне кажется не должен он тормозить, так как тормозит. Поэтому в этом ролике мы проведем очень быструю, очень качественную, надеюсь, диагностику компьютера и поймем, что же здесь не так. Ее смогут сделать каждый дома, то есть если у вас тормозит компьютер, вы можете повторить то, что увидите сейчас, не нести ни в какие сервисы и запросто починить, устранить тормоза, либо понять в чем же причина этих тормозов и поправить их самостоятельно самыми стандартными средствами, которые мы только сможем найти. Справедливости ради скажу вам, что мы находимся географически в магазине Компьютер Плаза, это не реклама, это просто по факту. И мы приступаем к диагностике. Так, со слов человека, который нам его любезно предоставил на ремонт. Жутко тормозит. С этим очень часто, на самом деле очень часто приходят люди с проблемой, что жутко тормозит, не тянет современные программы, на-на-на, сделайте хоть что-то. Давайте смотреть, что же мы можем здесь делать. Заглянем внутрь, посмотрим чисто визуально, все ли там в порядке. Поехали, разбираем. И обратите внимание вот на эти отверстия, потом вам скажу зачем. Итак, народ, мы просто откручиваем с этой стороны, сзади, и снимаем боковую крышку, чтобы проверить на предмет чего-то непонятного, что может происходить. Первое, на что вам нужно обращать внимание. На вот эти вот непонятные бочонки. Ну, здесь они как бы конденсаторы, здесь дорогие, в более дешевых версиях стоят другие. Нужно проверить, не вспухли ли они. Так, визуально по этим конденсаторам мы ничего толком определить не сможем, но и они достаточно надежные, поэтому сдается мне, что с ними все в порядке. Но вы свои проверьте, если у вас такая же ситуация зависания и прочая-прочая ерунда. Да, вот часто бывает, что у вас просто вспухли кондеры, нам пора материночку либо менять, ну, либо вооружиться паяльником, но это не про нас, потому что мы делаем все просто, дешево и из того, что можно найти дома. Что еще здесь можно посмотреть непонятного? Кстати, конденсаторы в блоке питания присутствуют. Так, ну, на всякий случай. Но его разбирать мы сегодня не будем, потому что не каждый дома полезет в блок питания. И я вам не советую этого делать, если вы ноль. Однако, вот эти следочки на видеокарте и вот здесь вот, говорят о том, что дома живет котик, который несколько раз смог воспользоваться компьютером этим, как туалетом. Это плохо. Тут видно, да, что попало на видеокарточку. Все это дело оттирается исключительно спиртом. Тоже очень-очень нежно, чтобы ничего не повредить. То есть, если вы думаете, что у вас есть стенка вроде как, которая даже закрытая, вот, а из этих дырочек дует теплый воздух, если вы думаете, что ваш котик упустит возможность такого шикарного туалета, то у вас либо неправильный котик, либо вы ошибаетесь. Хорошо, визуально мы, ну, будем считать, что ничего не нашли. Вот теперь мы его включаем и смотрим, что же мы можем глянуть, почему же компьютер может тормозить. Разумеется, почистить от пыли его надо. Но это делается ни в коем случае не пылесосом, если только пылесос не работает на выдув. Обязательно чем-то выдувающим. То есть, возможно, феном с насадкой какой-то, которая направленную струю холодного воздуха дает. Либо тем же пылесосом, но смахивая кисточкой, вы смахиваете пыль и засасываете пылесосом. Никак иначе. Под этим кулером располагается процессор, это его охлаждение. Между самим процессором и этим кулером есть термопаста. Со временем она ссыхается, и процессор может от этого перегреваться. Отсюда тоже могут идти тормоза. Опять же, сегодня мы это дело не трогаем. Компьютеру 5 лет, кому интересно. Попробуем все-таки его включить. Посмотрим на все эти тормоза. Итак, народ, вот мы включили этот чудный компьютер. Давайте попробуем обнаружить источник тормозов. Видно, что тут, да, не все шустро появляется, но тем не менее. Так, извините, что я не заморачиваюсь с захватом видео нормальным, потому что как бы пустячковый ролик. Тем не менее, что же нам делать, когда мы вот все увидели уже? Первым делом, в винде Windows, начиная, по-моему, с восьмой версии, есть отличнейший диспетчер задач, который нам нужно вызвать. Для этого мы мышкой кликаем по панели пуск, в пустом месте где-нибудь, клац, и ничего не происходит. О, задержка, да, короче. И запускаем диспетчер задач. Запустили. Вообще он должен как бы сразу открываться, но нас предупредили, что компьютер будет тормозить. Ждем. Обычно как бы народ сразу приходит, нам нужно заменить процессор на более современный. Не факт, что это надо, повторюсь. Процессор здесь вроде как i5 стоит. Диспетчер задач не открывается. Ждем. Все еще ждем. О, как все притормаживает. В общем, да, не врали, когда говорили. Но мы изо всех сил пытаемся его все-таки запустить. Тот самый диспетчер задач. О, все пропало. Ну, набираемся терпения и ждем. Так что, народ, чтобы сразу не идти в какой-то компьютерный магазин с просьбой заменить процессор, да, Если вам интересен навык починить что-то самому, да, тогда продолжайте смотреть. Можно, кстати, воспользоваться сочетанием клавиш Alt, Ctrl, Del. Но я думаю, он тоже будет отрабатывать очень долго. А, Ctrl, Shift, Escape еще можно нажать. Но тоже никакой реакции. В общем, мы ждем, пока он откроется. Пока приостановлю. О, народ, смотрите, появилась белая кошка. Это диспетчер задач. О, вторая открылась. Сейчас, наверное, и третья откроется. Я много раз его вызывал. Итак, все пока висит. Ну вот, смотрите. Теперь все вполне себе адекватно. Более или менее адекватный диспетчер задач. И здесь мы можем наблюдать что? Центральный процессор, который мы хотели только что поменять. И его загрузка 55%. Однако здесь же мы и видим, что всю нашу малину тормозит отнюдь не процессор, который мы так хотели только что поменять. А все у нас упирается в диск. Потому что его загруженность 100%. То есть, какой бы шустрый процессор у вас не был, пока с жесткого диска данные считаны не будут, ничего вы на экране не увидите. Но это я так, очень грубо говоря, да, для тех, кто не понимает. Сейчас я словлю кучу хейта от системных администраторов. То есть, смотрите, самый обычный диспетчер задач нам дает представление о том, что же у нас тормозит всю систему. Заметьте, я ничего еще не делаю. Никак не напряг компьютер. Но диск уже на 100% загружен. Отчего это может происходить? Во-первых, я посмотрел, что здесь не стоит никакой антивирусной программы. Ну, то есть, никакого антивирусника нет. То есть, возможно, дело в этом. Возможно, дело не в этом. Есть еще предположение, что... Ой, даже диспетчер задачи тормозит. Такое может происходить, когда жесткий диск начинает умирать. На нем появляются поврежденные сектора. Если вы не знаете, как работает жесткий диск в YouTube, в этом видео, в описании я оставлю все полезные ссылки. Можно посмотреть, как он работает. В общем, если он на нерабочий блок натыкается, он пытается все равно несколько раз его считать. Потом валит ошибку куда-то в системный журнал. Вы можете этого и не увидеть даже. Однако она есть. Ну, вот в графическом виде. То есть, процессор пытается обработать или напрять жесткий диск, чтобы он ему что-то выдал. Жесткий диск загружен на максимум. Вот, пожалуйста, скорость считывания. И не может ничего выдать процу. Проц в режиме ожидания. Поэтому загружен на 55%. Из четырех ядер, заметьте, работают только два. Это те любители, которые любят погоняться за ядрами. Для вас очень полезная информация. О том, поразмышляйте, насколько вам нужны четыре ядра. Сто процентов ли они вам нужны. Стоит ли лишние 6-7 тысяч переплачивать за четыре физических ядра или не стоит. Вот наша оперативная память, которая занята всего 4 гигабайта, кстати говоря. Которая занята только на 36%. Хотя в простое это достаточно много 36%. Но, тем не менее, в нее мы не упираемся. Еще раз повторюсь, упираемся мы в производительность жесткого диска. Либо он битый, либо там есть поврежденные сектора, либо он завирусованный так, что капец просто. Поэтому нам нужно в магазинчик бежать сейчас не за новым процессором, который что-то тормозит, а скорее за новым жестким диском. Как проверить, как оттестировать жесткий диск? Возможно, да, сможет не каждый. Поэтому мы на данный момент не будем на этом останавливаться. Мы его просто поменяем. Тест жесткого диска будет в следующем ролике, когда-нибудь, может быть. То есть, его реально можно восстановить. Поврежденные сектора, на них можно нанести так называемые бэтблоки. Это не что иное, как неперемещаемые данные, которые там будут лежать. Он станет чуть меньше объемом. Скорее всего, вы этого никогда в жизни не заметите. Однако, вам стоит знать, что если жесткий диск начал сыпаться, то он продолжит сыпаться. И, пометив все поврежденные сектора на нем, будут появляться новые со временем. Тут как бы начинается лотерея. Возможно, он отработает месяц, а возможно, три года. То есть, тут как бы не угадаешь, но вы должны понимать, что вам уже надо потихонечку копить на новый. По-прежнему, да, я ничего с компьютером не делаю. Он по-прежнему думает. По-прежнему жесткий диск загружен на все 100%. И так как человек, в принципе, готов морально на жесткий диск, на другой, то мы сейчас быстренько и совершим эту замену. Поехали! Итак, во-первых, мы разживаемся жестким диском. Сейчас все любители железок и все, кто знает, просто сейчас шок-контент для вас, слабонервным не смотреть. Мы останавливаем свой выбор на твердотельных SSD-накопителях. И пусть они всего лишь на 120 гигов, однако в них есть своя фишка. На СИС отменил. Жесткий диск мы подбираем грамотно. Если кому-то интересно, почему твердотельный, а не обыкновенный, опять же, да, контент такой у нас тоже есть. И, в принципе, все полезные ссылки на YouTube под этим видео есть в описании. Мы будем использовать компанию SmartBuy, потому что это одна из недорогих компаний. Хорошо ли она делает? Не все и не всегда. И поэтому мы берем SmartBuy Elite или SmartBuy Stealth. Они сделаны на МЛЦ-чипах. Что это такое, вам знать не обязательно. Однако, есть предположение у многих людей, что SSD чаще умирают, чем обычные жесткие диски. Вот это, например, отработал 5 лет. Перед тем, как началось вот такое вот. Однако, механика в обычном жестком диске, скорее всего, сдохнет гораздо раньше, чем SSD-накопитель. Поэтому мы берем выносливые и быстрые чипы МЛЦ. Какая-то компания проводила тестирование этих чипов. Там вся история заключается в том, что каждая ячейка памяти поддерживает ограниченное число перезаписей. Так вот вам пример. Если вы на этот жесткий диск ежедневно будете перезаписывать, именно перезаписывать, 100 гигабайт ежедневно, то он сдохнет через 9 лет. Вот вам полезная информация. Над этим можете пока подумать. Мы распаковываем SmartByLip на МЛЦ-чипах. Опять же, SmartByStealth вам подойдет. Да любой SSD-накопитель подойдет вам, в принципе, который на МЛЦ-чипах. Однако, можете воспользоваться и стандартным решением, взять обычный SATA-шный жесткий диск. И не парится он дешевле, и объем у него больше. Но наша задача в скорости на данный момент. А этот жесткий диск мы попробуем реанимировать. Но, опять же, в следующем видео. Плюс SSD-накопителя, опять же, в его скорости. Объем не главное, но, поверьте, ваш комп он ускорит и ускорит в разы. Разумеется, на него есть смысл переустановить операционную систему, чтобы она просто летала. Попробуем его распаковать. Одной рукой мне не очень удобно. У меня очень быстро появился оператор. Мы очень быстро раздербаниваем SmartByLip. Как он выглядит? Кстати, форм-фактор SSD-накопителей подходит для установки и в ноутбуке. Если у вас штатный жесткий диск есть, существуют салазки. Вы можете обычный ваш 500 гиговый ноутбука засунуть в дырку от CD-ROM, вытащив CD-ROM, который, в принципе, вам не очень-то и нужен уже. Тем самым вы разживетесь SSD-накопителем, установите на него операционную систему, и скорость работы ноутбука скорится в несколько раз. Вот так выглядит SSD жесткий диск, твердотельный, маленький, легкий, контакты, обычные саташные. И сейчас мы будем его устанавливать в комп. Поехали! Итак, друзья, к нашим баранам. Вот жесткий диск, он же HDD, он же Win, он же Веник, он же Винчестер, что-то я начал повторяться. Именно на нем хранятся файлы операционной системы, тот ваш любимый Windows. Все ваши фоточки, все ваши кинчики, там, порнушечки у кого-то, не суть. Все хранится здесь. Подключается он двумя проводами. Первый идет к материнской плате, там порт под видеокартой, не знаю, увидите, вы увидите, наверное. Я вот дергаю. По нему все бегут данные, килобайтики, байтики и прочая шляпа. И питание, через широкий подходит. Итак, прощайте кинчики, прощайте фоточки. Так, с этим жестким диском мы делать пока что ничего не будем. Мы его просто отключим, все данные так и остаются на нем, но комп их больше, к сожалению, не увидит. Вместо этого мы поставим твердотельный накопитель. Опять же, повторюсь, вы с тем же успехом могли бы купить диск на целый терабайт. Обычный вот этот вот, не твердотельный. Но мы делаем упор на скорость. К тому же, мы искренне надеемся, что восстановить этот жесткий диск будет еще возможно. А если он сломан опять же. Но об этом не сейчас. Вся операция, да, это вытащить вот эти два проводочка из старого жесткого диска и воткнуть их в новый жесткий диск. Вот сюда. Ну, предварительно жесткий диск здесь как-нибудь закрепить, наверное, есть смысл. А он по размеру не подходит. Ну, во-первых, здесь можно заколхозить как угодно. Однако мы сделаем все цивильно. Используем вот такой вот кронштейн. Они продаются по 50 рублей за килограмм. Поэтому прикручиваем этот жесткий диск к кронштейну, чтобы добиться вот таких вот размеров, которых мы и хотим добиться. Погнали! Благодаря болтикам из комплекта и вот этой вот штукенции, которая вовсе не обязательно, просто она как бы есть, мы закрепили жесткий диск твердотельный, маленький. Ноутбучный, кстати, если у вас есть, можете и ноутбучный использовать. Теперь, благодаря вот этим дырочкам, мы запросто все это можем переместить рядом с предыдущим жестким диском, засунуть в корпус. Ну, конечно же, болтиками закрутить. Я думаю, вы принцип понимаете, потому что одной рукой вообще неудобно все это делать. Поэтому я сделаю это за кадром. Закручу 4 болтика, в данном случае, скорее всего, даже 2, прикрутив вот эти салазки с жестким диском на место, рядом со старым жестким диском. Как бы вот как это выглядит. Болтами прикручен SSD-шник. Ну, что я рассказываю-то, все и так понятно, да? Поехали крутиться. Итак, вот мы и привернули наш твердотельный накопитель. Как же трудно теперь нам его будет подключить, боже ж ты мой. Так, подключаем первый шлейф. Готово. Ну, шлейф питания, сейчас стяжку отрежу. Дотяну, наверное. Так, отстегнули провод от стяжки. Теперь он, в принципе, дотягивается. Мы можем даже подключить к нашему твердотельнику питание. Бам! Два проводочка. Как было трудно поменять этот жесткий диск, боже ж ты мой. Вы такие сейчас такие, типа, о, так ты ж поменял, ты ж ничего не починил, ничего как бы не сделал, да? Изначально хотели менять процессор, я вам открою страшную тайну. Вы приходите в магазин, говорите, процессор вообще медленный, все, поменяйте, не тянет ничего. Вам говорят, окей, но 55-й сокет, процов уже нету как бы под него. Поменяем на новый проц, придется менять мать. Окей, меняем проц и мать. Проц, кстати, десяточка стоит, ну, даже подороже, наверное, с учетом курса доллара. Материночка стоит тысяч пять адекватная. Но новых материнок на DDR3 не бывает, так что тоже избавляемся от планок памяти и покупаем две планочки, короче, DDR4, вот, ну, или одну, но большую. Ну, в общем, вы понимаете, да, что у вас тут только что вас развели на новый компьютер, да? Очень просто. Это, кстати, правда. Ну, действительно, замена проц на устаревшей материнке, ну, так, на более или менее старенькой материнке, вообще тянет за собой практически все. Видеокарточка здесь, кстати, вполне адекватная, 550 Ti. Так вот, потратили немножечко денежек. Все, что у нас быстро и хорошо на самом деле работает, мы не стали менять. Мы поменяли то, что не работает. Я обязательно запилю как-нибудь роличек по диагностике и ремонту вот этой штуки. Кстати, не факт, что он битый. Возможно, там же как бы вирусов дофига. Так, кому интересно, как тесты жесткого диска проходят, это выглядит со стороны примерно вот так. Так, проверенные сектора. Время отклика. Вот, кстати, один очень подозрительный, который скоро станет бэдом. Два дефекта найдено на жестком диске. Пом! Вот здесь мы только что ставили все наше прошлое. Все наши фотографии, музыку, операционные системы, игры, все-все-все-все-все. И подключили новый. На меньший объем, но по скорости гораздо быстрее. Сейчас мы на него накатим операционную систему, тот самый Windows. Вызовем тот же самый диспетчер задач и посмотрим, как оно. Ну, Windows накатить, в принципе, любой может. Погнали! Ну что, друзья, товарищи, у нас уже жесткий диск установлен. Ну, разумеется, он пустой, да? Поэтому мы включаем компьютер, предварительно вставив в USB флешечку с записанным Windows туда. Обязательно. Как это сделать, давайте уже не в этом видео. Появляется заставка материнской платы, мы ждем, мы жмем F12, бут-меню. Обычно снизу всегда пишут, что это, как и почему. И видим все наши устройства, зачем нам это. Здесь мы выбираем, с чего бы нам загрузиться сейчас. То есть мы можем осуществить загрузку, раз уж жесткий диск у нас пустой, с нашей USB флешки. Что мы, в общем-то, и делаем. Поскольку у нас это карта памяти, скорее всего, вот это картридер. Пробуем. Бам, да, я угадал. Флешка с записанным Windows. Предлагает нам поставить 32 или 64 гига. О, фу, 64 бита. Разница для вас никакой. Но вы должны знать, что 32 бита, если у вас 4 гига оператива и больше, то вы их не увидите. Максимум 3,36 у вас определится. Поэтому, если у вас 4 гига, обязательно 64 бита. Это вся информация, которая вам, в принципе, нужна. Но вы, наверное, не видите, да, так? Вот она, что предлагает. Выбираем 64 бита. Поехали. Установка операционной системы на самом деле проста до идиотизма. Проблема, почему никто не может это сам сделать, обычно заключается в том, что сам никто это сделать и не пробовал. Те, кто пробовал, те легко с этим обычно справляются. Выбрали. Файлы какие-то скопировались. Хотя, опять же, да, как загрузиться с флешки. Как сделать загрузочную флешку, это совсем уже другая история. Ну, сами посмотрите, да, то есть, неужели вы на эти вопросы ответить не сможете, да? Жмем далее. Установить, разумеется. Вот. Отлично. Ключ продукта. Мы, нищеброды, и по бедности своей такого ключа не имеем. Но вообще он у вас должен быть. Пиратство – это плохо. Так, что бы тут выбрать? Ну, как бы, наверное, Проху. Тут просто версии для домашней версии. Если у вас мало оперативки, выбирайте Хомку. Но я почему-то выберу Проху. Не знаю, чем я руководствуюсь. Поехали. Подобных видеороликов о том, как создать флешку там с загрузочной, с Windows, на самом деле по интернету очень много просто. Я просто, честно, не вижу смысла повторяться. Тут вы обязуетесь, что вы не будете пиратить. Бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. В общем, мы с этим соглашаемся. Это то, что Windows может за вами немножко подшпионивать, подсовывать вам какую-то рекламу непонятную, но исключительно на благо нации. Далее. Непонятно, какой только. Дальше нам нужно выбрать. Обычная эта установка или для опытных пользователей. То есть выборочную установку для опытных пользователей, потому что мы классные чуваки и все знаем, все умеем. У нас же опыта-то больше. У нас же опыта-то больше. Итак, видим наши жесткие диски. Он всего один, 120 гигов. Всего один, потому что мы просто тупо отключили. Потому что нам его еще тестить надо. Его и выбираем. Но он не размечен. Поэтому жмем. Почему нельзя создать? А, не, не уткнулся. Все правильно. Создаем раздел на жестком диске, хотя он там был, что самое интересное. Раздел, я его только что удалил. Создаем. Жмем применить. Да, он нам говорит здесь, что бла-бла-бла, для корректной работы операционной системы надо бы побольше разделов. Это зарезервирована система, это мы не трогаем. Он туда будет кидать свои файлики загрузочные и прочий шлак, который вам вообще не интересен. Поэтому мы выбираем самый большой жесткий диск. Не разбивайте его на много, потому что 20 гигов это не так много, как вам кажется. Не надо и без того маленький диск разбивать еще на много маленьких. Получится так, что вы ни на один из них рано или поздно не сможете ничего записать. Далее. Копирование файлов Windows. Ну, дальше мы просто расслабляемся и ждем, пока все это дело не закончится. По поводу слухов, что SSD-шники часто и быстро умирают. Да, возможно, на недорогих дешевых чипах есть такое, но подумайте сами. Твердотельный накопитель очень интересно умирает, когда ему подходит по записям. Он отсчитал, сколько ему жить осталось. Да, у них ограниченное число перезаписей на ячейку, я об этом говорил ранее. Ячейка переходит в формат только чтения. Это не значит, что вы потеряете данные. Вы просто не сможете их перезаписать. Все данные останутся. Их можно будет читать, копировать и так далее. Но вы не сможете их ни удалить, ни записать что-то новое, ничего. Поэтому это достаточно приемлемо, да, когда умирает обычный жесткий диск. Это, как правило, печально. На SSD-шник винда установится со скоростью пули, скорее всего. Поэтому просто ждем, пока все эти пункты пройдут. Ну, вот у нас и все пробежало. И началась подготовка и прочая такая ерундистика, когда винда подготавливает службы, устанавливает драйвера, какие сможет найти сама собой. Ну и прочие такие скукотища. Здесь надо просто сидеть и ждать. Отвечаем на простые вопросы. Давайте начнем с области. Это правильно? Это правильно. Допустим. Да. Это правильная раскладка клавиатуры? Да. Хотите добавить вторую раскладку клавиатуры? Нет. Пропустите. Нет подключения. Мы спецом вырубились от интернета. Ну, что же делать? Пока пропустите. Ждем. Кто будет пользоваться этим компьютером? Будет пользоваться классный парень по имени... Нет, не Г. Юзер. Далее. Какие трудные вопросы. Создайте хорошо запоминающийся пароль. Предлагаю никакого вообще запомнить. Крайне просто. Подождите. Распознавание речи. Актуальные рекламные объявления. Я-то никаких не хочу. Можно ничего было не убирать. Применить. Все равно толком ничего не поменяется. Привет! Выполняется подготовка для вас. Это может занять несколько минут. Итак, ребята. У нас все готово. Сейчас на данный момент он выключен. Компьютер. А здесь вот главная причина, почему мы склонились именно к выбору SSD накопителя. Камера сфокусируется. Фокусируйся. О, я нажму кнопочку вкл. И как только мы увидим заставку материнской платы, которая висит определенно прописанное количество времени. Пока она там не отвисит свои 5 секунд, компьютер не начнет грузиться. И как только вот эту заставку мы увидим, мы засечем время загрузки компьютера. У нас есть секундомерчик. И... Тема, ткни, пожалуйста, кнопочку. Итак, пропадает материнская плата. И мы врубаем. Стартуем. Пошла загружаться винда. Стоп. Умеет ли ваш компьютер так? Ну, и раз уж у нас была уже такая проблема, да, то есть загрузка, ну, пусть будет 8 секунд, ладно уж. Диспетчер задач, наш любимый, который открывается моментально. Боже мой, как приятно это видеть. Пожалуйста, смотрим загрузку процессора, загрузку памяти, загрузку диска. Первое включение винды, она любит засасывать обновления, она любит вот сюда понапихать всяких игрушечек. В настройках вы можете, вот, кстати, да, вот видите, идет скачивание, 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 скачивание. То есть все это дело, конечно же, отключаемо, вот, но мы сейчас уже не будем этого делать. Диск используется на 1%, еще бы, скорость у него неистовая. Процессор используется на 1%, оперативная память используется на 29%. О, диск на 0% используется. То есть, вот компьютер, как и должен вести себя в простой логический процесс. Core i5 на 55 сокете, 2300. Все работает просто шустро. На данный момент я хочу открыть мой компьютер, я нажимаю, у меня открывается мой компьютер. Куда бы я ни пошел, все это происходит очень-очень быстро и все супер круто. Поэтому мы склоняемся в сторону SSD накопителя. Мы пошли скачивать всякие драйвера и всякую шляпу. На этом, наверное, все. Если вам понравилось это видео, лайки, комментарии. Рекомендуйте друзьям, не тратьте лишних денег, будьте умнее. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok